здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачко в этом видео я врач диетолог натуропат борис скачко расскажу вам как повысить тромбоциты в крови быстро и вылечить тромбоцитопению в домашних условиях я более 20 лет занимаюсь лечением тромбоцитопении часть информации в октябре 2018 года опубликовал в материалах одной из медицинских конференций в статье лечение тромбоцитопении натуральными средствами у меня среди моих пациентов у двоих пациентов есть ремиссия более 20 лет прежде чем рассказать вам основы своей системы лечения тромбоцитопении в домашних условиях я бы хотел заострить внимание на том кому эта тема важна и о коварстве тромбоцитопении тоже расскажу эта тема важна тем у кого без причины когда-либо в жизни были синяки на ногах синяки на теле если вы считали что у вас просто повышена хрупкость сосудов то скорее всего у вас просто было тромбоцитопении иными словами низкий уровень тромбоцитов крови не мог вовремя остановить кровотечение одна из моих пациенток одной из первых пациентах диагноз тромбоцитопении был выставлен после второго инсульта а возраст которым было выставлено тромбоцитопении 11 лет далеко не самый преклонный возраст когда сосуды должны находиться в хорошем состоянии поэтому я бы советовал периодически хотя бы раз два в год контролировать количество тромбоцитов всем подросткам любого пола любого возраста женщинам а также мужчинам у которых в анамнезе был гепатит стеатогепатит возможно есть цирроз печени нужно знать свой уровень тромбоцитов чтобы вовремя заняться профилактикой либо лечение коварство тромбоцитопении состоит в том что кровотечение может возникнуть в любом месте и в любое время поэтому лечить либо не лечить такого вопрос стоять не может вы можете просто внезапно погибнуть от кровотечения что же делать как же быстро поднять тромбоциты в крови в домашних условиях чтобы вылечить тромбоцитопению на первое место я бы поставил стресс эмоциональный почему а все очень просто когда у вас эмоциональный стресс у вас гормоны стресса блокируют выделительную функцию почек и печень большей степени печени а именно от их работы зависит эффективное очищение крови работа потовых сальных желез кожи и органов дыхания в этом случае минимально если у вас стресс нарушается очищение кровеносной системы токсины накапливаются в крови тромбоцит жертвуя собой связывает этот токсин чтобы не пострадали более жизненно важные скажем так системы и органы иммунная система начинает такие тромбоциты убивать снижается уровень тромбоцитов и появляется кровоточивость поэтому стресс эмоциональный регулировать работу мозга нужно стрессов быть не должно неважно какой у вас уровень тромбоцитов от стрессов нужно избавляться если вам нужны индивидуальный подбор препаратов контакты вы видите обращайтесь если вам нужен психолог который поможет вам справиться со стрессом пишите в мою почту я подскажу как с ним связаться на второе место я бы поставил бытовую химию любые токсины любого происхождения неважно не попали к вам в организм с напитками с дыхаем им воздухом сосались через кожу они так или иначе могут накапливаться в кровеносной системе и тромбоцит вновь будет их нейтрализовывать поэтому я бы советовал вам провести ревизию тех химических веществ которые вас окружают и правильно их скажем так уменьшить если же вам нужны более натуральные средства по уходу за телом вы мои контакты видите обращайтесь подскажу как покупать такие средства со скидками на третье место я бы поставил систему питания иными словами выбор продуктов питания это гиперважно и я бы советовал исключить всю пищу растительного происхождения без тепловой обработки если у вас тромбоцитопения то любая сырая растительная пища проходя по кишечнику будет его раздражать и может вызвать кровотечение которые вы заметите спустя сутки а может быть двое представляете сколько крови можете потерять и на какие осложнения попасть просто употребляя термически необработанную пищу растительного происхождения поэтому выбор простой хотите рисковать своей жизнью и здоровьем это как говорится ваш выбор я как доктор и диетолог советую случае если у вас есть тромбоцитопения всю пищу обрабатывать термически есть пища которая даже после термической обработки вам противопоказано я имею ввиду некоторые ягоды а именно клубника земляника малина и другие ягоды которые содержат косточки даже после серьезной тепловой обработки эти косточки не теряют свою механическую прочность а значит могут вызвать кровотечение в любом отделе тонкого либо толстого кишечника даже желудочное кровотечение таким образом можно вызвать поэтому ягоды с косточками использовать пищу можно вот тут даже в сыром виде только сок из них далее я бы советовал убрать из рациона красное мясо если вы не знаете как его готовить правильно лучше удалите эти продукты из рациона я имею ввиду свинину говядину телятину баранину конину и другие похожие продукты просто очень интенсивно идет обмен веществ много белковых токсинов будет нагружать выделительную функцию почек накапливаться в крови и тромбоциты покажут снижением своего уровня что эта проблема таки у вас присутствует далее чтобы я советовал вам сделать безусловно помочь работе печени почек для печени очень важно чтобы режим питания у вас был не реже 4 5 раз в день можете чаще но ни в коем случае не реже это условия бесперебойного сброса желчи которые могут находиться токсические опасные для тромбоцитов вещества сброс их в кишечник в этом случае вы сможете очищать кровь в режиме реального времени важно первый прием пищи должен быть вскоре после пробуждения последний прием пищи в этот день за час полтора до сна еще два-три перекуса между ними обеспечат вам более эффективное очищение крови через печень ну а почкам нужно достаточное количество жидкости заметьте не воды жидкости потому что если при режиме питания 45 раз день вы попробуете пить просто воду вы нарушите переваривание пищи гниение продуктов вы кишечнике вам обеспечено токсическая грузка на печень и почки которую покажет низкий уровень тромбоцитов поэтому так лучше делать низ не стоит а соки компотики супчики чайки кофейки это пожалуйста эти напитки вам не запрещены они помогают в разной степени усиливать выделительную функцию почек и усиливать очищение крови конечно больше информации вы можете узнать из моей пожалуй самой любимой книги секреты здоровья или что делать если у вас есть печень и почки там значительно больше и более детальном виде информация важная для работы этих основных органов и систем но если вы любите пить кофе есть книга почти все кофе в которой также изложено как же все таки очищать кровь не нарушая работу печени и почек далее чтобы я советовал еще сделать это все таки уменьшить уровень физической активности так или иначе чем более интенсивный вид деятельности вы ведете занятия спортом безусловно исключаются потому что слишком большая нагрузка повышение артериального давления при низком уровне тромбоцитов вновь вероятны кровотечения ну это скажем так основа той системы которую может применять любой каждый домашних условий и это можно использовать при снижении количества тромбоцитов до 100 тысяч это относительно безопасный уровень и лечить тромбоцитопению на этом этапе можно именно такими средствами для того чтобы поднять быстрее тромбоциты безусловно нужно корректировать индивидуально корректировать ваш рацион питания возможно нужны какие-то лекарственные травы я бы не советовал вам использовать крапиву кунжутное масло семена кунжута бессмертник некоторые другие лекарственные растения в составе которых есть достаточно большое количество витамина к об опасности этих продуктов питания я пожалуй расскажу в другом видео про лечение тромбоцитопении а пока вот этой информации вполне достаточно для того чтобы поднять тромбоциты в крови в домашних условиях вне зависимости от того у вас есть гепатит у вас есть жировой гепатоз вы восстанавливаетесь после химиотерапии или у вас тромбоцитопения другого происхождения не имеет значения имеет значение что эта система важна и может быть применена для всех ну а больше информации я дам в одном из следующих видео как поднять тромбоциты в крови либо как повысить тромбоциты в крови используя другие возможности вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычный подписчика моих канал словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения но пока вы думаете кому отправят ссылку на это видео если вам эта информация была полезной и забудьте поставить на это видео лайк если вы сомневаетесь в своем уровне тромбоцитов и в степени безопасности для вашей жизни сделайте анализ крови проверьте какие у вас тромбоциты чтобы вы спали спокойно а жили лучше и дольше до новых встреч на моих видео каналах доктор скачко и школа доктор скачко это youtube а также школа доктор скачко в instagram